Жители трех многоэтажек Новоалтайска готовят пищу на электроплитах. За электроэнергию платят больше, чем должны, утверждают люди. Просто потому, что управляющая компания, пояснил юрист, представитель интересов инициативной группы жильцов, применяет к жильцам завышенный тариф за свет. Злоупотребление правом со стороны управляющей организации и горэлектросети, которые занимаются обслуживанием данного многоквартирного дома. В чем это выражается? Они применяют тариф без понижающего коэффициент 0,7, который установлен для жильцов домов, оборудованного в стационарном, установленном в законном порядке электроплитами. И делают тариф как для газовых – 3,85, а должно быть 3,05. Как выяснилось, причина этого – неразбериха с документами. У жильцов многоэтажки должны быть единые технические условия на реконструкцию системы электроснабжения. Но жильцам выдали лишь индивидуальные документы и стали применять повышенный тариф. Мы получили эти техпаспорта. А теперь оказалось, что я должна иметь на весь дом, чтобы мне доказать, что у меня плита дома стоит. Каждая семья переплачивает по 100 рублей в месяц. За год выходит 1200 рублей. Если умножить сумму на число всех жителей многоэтажек – 800 человек. Получаются миллионы рублей. Эти деньги, утверждает юрист, инициативная группа жильцов оседали в кармане управляющей компании. Вот уже полгода люди пытаются вернуть их в суде. Накануне прошло четвертое по счету заседание. Исход пока не ясен. Городские чиновники прежде предлагали сменить управляющую компанию. Но, по словам новоалтайцев, у большинства управляющих компаний города один и тот же руководитель. У нас корпорация «Лагно». Это семейный бизнес. «Лагно» – мама, папа, жена и сам Александр Александрович. Это их семейный бизнес. Менять управляющую компанию с одной на другую смысла нет. Хозяин один. Директор управляющей компании по телефону пояснил, пока у многоэтажек нет единого разрешения на установку электроплит, снизить тариф не получится. Теперь должна проработать специализированная организация, имеющая на этом допуске лицензии, которая даст заключение, что необходимо, выдержит данная проводка или нет. И дальше существующая. И дальше будет заключение. Может, там надо будет всего вложить для один рубль, да? И все заработает, и все будет хорошо. Издержки за новый документ тоже лягут на плечи жильцов. Прежний был утерян, когда мэрия Новоалтайска снимала дома с баланса муниципальной собственности и передавала на обслуживание в частные руки. В администрации что-либо пояснить по этому поводу отказались. В каких-либо комментариях мы давать не будем. Ну, я поняла. Ну, почему? Ну, это наше право. Выходит, жильцы стали заложниками ситуации и теперь вынуждены не только платить больше за коммунальную услугу, но и нести судебные издержки. На следующей неделе пройдет в суде последнее слушание. Люди надеются, что вердикт будет в их пользу. Но даже в случае проигрыша они готовы и дальше отстаивать свои права. Валентина Аскерова, Павел Лаурин, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости.